друзья всем привет на днях собираюсь ехать в такое место на рыбалку где не слабое течение очень много обрывов лески и кормушек грузов ну и так далее вот такие вот дорогие кормушки там тратить жалко поэтому сейчас я по-быстрому наделаю новых кормушек которые у меня будут там как расходники вдруг с работы принес вот такие вот пружинки вот это вот от воздушного шланга от автомобиля это вот он сам даже не знает там у них валялась в гараже поднял притащил вот из них и буду делать на самом деле не обязательно использовать такие пружины можно взять обычную миллиметровую проволоку кусочек тонкой трубочки подходящего размера и просто намотать и сделать самому так что это уже выбор ваш у кого что попадется под рук я буду делать из пружин длинная пружинка мягкая поэтому с ней предварительно ничего делать не надо достаточно и растянуть в нужную длину ну а вот это вот немного нужно обжечь при помощи газовой горелки чтобы она была помягче и растянуть после того как обжег выжена стала более такой мягкой ее можно уже спокойненько немного растянуть и придать уже нужную длину и форму то есть сильно узкие здесь расстояние не нужны чтобы хорошо умывалась прикормка немного расширяем после того как пружины растянуты прикидываем какая нам длина нужна и отрезаем у меня вот как раз вот эта пружина 12 сантиметров по 6 сантиметров будет длина кормушки тонкой пружинкой буду делать точно также кормушки будут по 6 сантиметров три штуки такие вот заготовочки у меня получились теперь на них нужно сделать ушки для крепления лески или шнура при помощи плоскогубцев выпрямляем край проволоки чтобы ухватила небольшое ушко и еще маленько чтобы она зашла вовнутрь ушко делаем с той же стороны где и другой край пружины где вот этот виток заканчивается с этой же стороны будет ушка таким вот образом загнул теперь по спиральке гоняем вот этот край вовнутрь как вы видите здесь вот край пружинки что вот этого тушка выходит на одну линию тем самым когда мы зальем свинец пружинка будет уже держаться жестко сейчас делаю с остальными то же самое и продолжим обратите внимание что петельку я делаю таким образом чтобы проволока плотом прилегала к нижней части все делается точно так же как и в первом случае при помощи к рыблогубцев сгибаем и дальше завиваем вот как-то после того как все заготовочки готовы можно приходить к изготовлению формы саму форму для литья можно сделать даже из обычной деревяшки выдолбив стамеской углубление прямоугольное подходящего размера под пружину но у меня есть кусок вот такой вот фольги алюминия я ее согну это уже у кого что попадется под руку объясню почему я хочу сделать форму именно из фольги все очень просто в дальнейшем она еще не раз может послужить для изготовления подобных кормушек или просто сделаю отложу куда-нибудь и пусть лежит сделал два таких вот надрезика загнул один край теперь примеряем пружинку то есть она должна у нас сюда целиком помещаться соответственно здесь вот нужно будет сделать второй загиб также подгибаем боковые стенки и заворачиваем эти вот оставшиеся уголки такая вот коробушка у меня получилось пружинки в нее как раз хорошо входят теперь надо сделать вот здесь два запильщика чтобы влезало ушко глубина такой формочки соответственно это и будет толщина свинца который я в него буду заливать так что тут смотрите сами подбирайте глубину под условия своей ловли почти до самого низа сделал такие вот прорези кормушка теперь встает отлично чтобы с этих прорезей впоследствии не утекал свинец расплавленный можно это дело залепить пластилином и можно приступать к заливке свинец остывает довольно быстро поэтому пластилин не должен расплавиться сейчас буду пробовать заливать первую кормушку часто мне задают вопрос где можно взять свинец для плавки сразу же отвечу на него чтобы в дальнейшем не спрашивали заходите в любую шиномонтажку и просите у шиномонтажников старые груза для балансировки колес они как раз и свинца они вам их отдадут за копейки немного пластилин подплавился но я думаю ничего страшного не произойдет свинец немного схватился отпускаем холодную воду и можно пробовать извлекать посмотрим что у нас получилось видите пластилин сплавился но свинец так и не вытек немного кормушку повело но в принципе смотрите какая красота уже получилось даже не надо дорабатывать выпрямить ее просто и все точно так же сейчас отолью остальные груза также вот залепил отверстие пластилином немного все поправляем и начинаем платья нет перед тем как заливать после воды надо чуть-чуть подсушить форму зальем аккуратненько берегем глаза вот вторая кормушка практически готова пару кормушек я залил на камеру дальше чтобы не терять время продолжил уже без съемки надеюсь что вам все и так стало понятно как по-быстрому таких вот кормушек можно наделать целую пачку для большей надежности сделал еще плоскогубцами такие вот завитушки на петельках по весу они получились чуть больше 100 грамм весов у меня нету но я сравнил с кормушкой 110 граммовая примерно одинаковая так что никакое сильное течение их уже никуда не унесет с этими кормушками поеду я на рыбалку ловить леща и сюда будет набиваться каша так что для каши милое дело надеюсь что это видео для кого-то было полезным а на этом у меня все кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки всем спасибо за просмотр и до новых встреч до новых видео всем пока